Это скромное здание почти не отличается от других одноэтажных строений перекрестка Анатолия Челюскинцев. Но если присмотреться, то некоторые детали фундамента и крыши ясно говорят, здание старинное, непростое. Но его главная ценность в том, что это памятное место. Историк и кроевед Данил Дегтярев говорит, в конце 19 века здесь располагалась вторая, первая была на горе, народная школа в Барнауле, созданная по инициативе известного просветителя Штильке. Именно в этих школах впервые в истории города стали массово обучать детей, во-первых, абсолютно бесплатно, а во-вторых, массово обучать совместно детей обоего пола, то есть мальчиков и девочек. Можно сказать, что привычная нам система образования, собственно, с которой мы все с детства знакомы, она в нашем городе началась именно с этих школ. Более того, это редкий случай, когда здание с почти 130-летней историей сохранилось в первозданном виде. Как и это строение, каменное, начало 20 века, расположенное на улице Интернациональной. Сегодня это жилой частный дом, который на фоне окружающих построек выглядит как дворец. Мы знаем барнаульский сереброплавильный, кожевинный, дрожжевой заводы, но между тем, историки говорят, в начале 20 века значительную часть барнаульской экономики составляли небольшие мастерские, одна из которых располагалась в здании за моей спиной. Здесь была кузница и слесарная мастерская, причем свое назначение здание не меняло долгие годы. Сегодня, уверен историк Дегтярев, одно это здание может многое рассказать об истории целого периода жизни города и даже страны. О многом способны поведать и эти деревянные дома на Пролетарской. Они яркий пример доходных домов начала прошлого века, составляли в свое время значительную часть центра барнаула. Увы, в 2006 году их, наряду с печально известной усадьбой Михайлова и еще несколькими домами, исключили из списка памятников. Наверное, поэтому они были внесены в список объектов культурного наследия в 90-е годы, но в 2006 году оба этих дома были исключены из реестра. Дегтярев рассказывает, в том году перестали быть памятниками сразу семь домов. Краевед уверен, можно и нужно вернуть эти здания под охрану закона. Многие говорят, конечно, не все исторические строения барнаула являются шедеврами архитектуры. Но учитывая, что таких памятных построек в городе осталось совсем немного, каждая из них имеет право на дальнейшую долгую жизнь. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok